Хочу сказать, что, конечно, колоссальная разница, как себя чувствуют инвалиды, допустим, за рубежом, в той же Америке и у нас. У нас, естественно, еще нет обеспечения для полноценного передвижения существования в обществе, потому что пандусов нет, колясок нет. То есть это, может быть, только появляется, но я не вижу вот так вот массово нигде. И это говорит о том, что наши инвалиды до сих пор, наверное, находятся все-таки у себя дома. Также могу сказать на примере моей сестры. У меня сестра инвалид, у нее ревматоидный артрит, и она практически не путешествует, она практически находится всегда дома. В своем небольшом городке. И такой возможности приобрести коляску и полноценно передвигаться в городе, в черте города, не говоря уже о транспорте, самолетах, по-моему, у нас эта тема еще не начинала разрешаться просто. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...